Уважаемые любители моих небольших роликов о науке, да и вообще о всяких таких вещах, которые нас окружают. Сегодня обычный ответ на вопросы, как обычно. Я отвечаю на те вопросы, которые накапливаются в результате тех или иных моих роликов. Ну и всякие вопросы есть странные, иногда интересные, иногда не очень. Ну, например, спрашивают долихоцефалы и брахоцефалы. Кто умнее? Никто не умнее. Вынуждены вас расстроить, если вы долихоцефал или брахоцефал. На мозг это не сказывается, на интеллект. Могу привести примеры. В Европе в конце 19-го, начала 20-го века доминировали долихоцефалы, но в основном в деревнях. Умные как раз почему-то были круглоголовые, а до этого наоборот. То есть это не очень сказывается на интеллект и прямой связи никто до сих пор не нашел. То есть старая идея о том, что хоть как-нибудь времен там французь фугали по форме черепа, можно определить способств. Нет, нельзя. Успокойтесь. Значит, ну, много интересного происходит. Мне спрашивают многие, проявляю ли я интерес к тому, что происходит сейчас в южной части России. Ну, там, как известно, нам устроили гражданскую войну, которая на самом деле уже сильно напоминает третью мировую. Ну и, видимо, некоторые, особенно я имею в виду, лягушатников, то бишь французов, видимо, очень хотят, что мы взяли Париж еще раз и накормили заодно их население. Я думаю, что мы на это не согласимся. Там есть интерес у меня большой. Да, сейчас вот, когда закончатся, так сказать, славянские народы, хотя к полякам тоже у меня есть большой интерес, потому что в начале 20 века вышла книжка «Мозг поляков», где тщательно было исследован их мозг. Вот поскольку их сейчас прибавляется на специальные военные операции поляки, меня интересуют. Да, я бы, конечно, хотел иметь установку для того, чтобы, так сказать, перфузии фиксировать мозг погибших европейских героев. Ну, для научных целей хоть для чего-то они пригодятся. То есть там сейчас появляются уже американцы, а появляются афроамериканцы, то есть африканцы из разных районов, в том числе и митисованные. Это меня очень привлекает, но имеется в виду, конечно, не в смысле знакомства с ними, а знакомства с их мозгом. То есть хотелось бы, конечно, простите меня за подробности наковырять для работы. Негров не хватает. В общем, а там все как бы хорошо, поскольку, ну, зачем отдельные головавые на служащему, которые воюют на найму, по найму против нас. Я думаю, что ни к чему. Можно и так сдать. Отпечатки пальцев все равно у них берут. Поэтому, да, конечно, меня очень беспокоит обилие пропадающего материала, собираемого со всех стран и от всех народов, который мог бы составить, так сказать, цвет соответствующего музея, посвященного людоедам. Ну, поскольку человек вменяемый, таким делом, как воевать за деньги, да и против нас, точно не пойдет. Ну, то есть это сочетание безграмотности, отсутствие знаний по истории, агрессии и просто патологической глупости. Так что мозг глупцов хотелось бы, конечно, пособирать. Но будет, так сказать, господская воля. Мы организуем выездную бригаду по извлечению запчастей из выдающихся европейцев, американцев, африканцев. А там еще, говорят, корейцы появляются южные. Это особенно интересно. То есть возможности позаниматься коллекционированием мозга разных наций и народов на южной части России есть большие. Они тем более туда наивные, как дети, приходят сами. Поэтому, да. Многие пишут мне о том, что вот сталкиваются с теми же проблемами, как и я. Ну, например, там школа интернации известная в МГУ имени Калмогорова. Вот уж там подбирали выдающихся в советские времена ребят с способностями. Ну, то есть это примерно то же самое, только более объективно сделано, чем сегодняшние там Сириус и другие организации. Кончилось это чем? Сам автор, который пишет об этом, хотя я знал и не знаю не только от него результаты этих исследований, поскольку сам отчасти в них участвовал, где они все оказались, эти выдающиеся калмогоровские интернатовские выученики. Ах, в тюрьме. Ах, спекуляция. Ах, воровство. Ах, банковские операции нелегальные. Это чего это с ними случилось? Выдающиеся-то будущие математики в школе-интернат Калмогорова, где их не только учили, но и воспитывали, но и как их воспитали педагоги. Вот такие глупости в нашей стране повторяются из поколения в поколение, из десятилетия в десятилетие. Всаживаются безумные деньги, которые вылетают просто чисто под хвост коту. Ну, на самом деле не под хвост коту, а на особняки в Ницце. Это понятно. То есть, да, мы занимаемся капитальным строительством, ну и кое-что здесь, конечно, остается детишкам. Так что вот эти вот попытки выявить и воспитать способности, они связаны с одной радикальной ошибкой, которая, собственно говоря, и заставила меня привести этот пример. Большое спасибо моему слушателю. Напомнил про интернат, школу-интернат МГУ имени Калмогорова. Проблема заключается в том, что способности не надо путать с возможностями их управления. Вот проект, который мы только закончили, кстати, он закончился, можно больше не обращаться ко мне. Пока мы должны переварить полученные материалы. Это дорого и долго, а денег у нас нет. И никто, как нас не финансировал, так и не собирается финансировать. Скорее даже наоборот. Эти материалы, они нужны для того, чтобы выявить людей, которые не способностями нюкальными обладают. Потому что у слушателей всё как-то путается в головах. Нет, способности – это отдельная история. Для этого нужен томограф, высокоразрешающий и много чего другого. А это способность управлять своими гениальными предрасположенностями. То есть вот представим себе, родился, простой пример, родился некий гений, Икс, который прекрасно мажет картинки, мурзилки. Великий художник, ну просто там, настоящий. Не Шагалов Болевич. То есть он не будет чёрной краской замазывать картинки. Бой негров в тёмной комнате, в пещере. Нет, не этот идиотизм, а настоящий художник, ну типа современного, там, Ромашка, например. Который действительно умеет рисовать и знает, что можно сказать людям. Нет. Вот такой. А дальше что происходит? Способности у него есть. Зрительные поля большие, двигательно-моторные прекрасно развиты. Он гармоничный художник. Вопрос другой. А он сможет себя заставить заниматься этой самой гармонией? Вот этот вопрос мы ставим. На этот вопрос мы отвечаем. Вы можете управлять своим энергетическим балансом мозга? Ну конечно, те, кто вообще не может и не понимают, о чём идти. Он говорит, что это какое-то надувательство. Он всю жизнь мазурничал, занимался комбинаторикой, ну а-ля шахматиста. Он втюхивал, обманывал, подтасовывал, а потом говорит, а почему же мне не нашли способности? И не найдут никогда. Потому что это объективный анализ. То есть нужно различать те способности, которыми обладает человек, полученными от родителей, и способностью их использования. Это огромная проблема. У меня был один художник, он женился на простой женщине, очень такой приятной во всех отношениях, ну из глухой деревни. И она всё время меня жаловалась. Он говорит, вот купил рыбу, сказал, будет рисовать. И вот рыба, говорит, уже лежит вторую неделю на подоконнике, тухла и протекла. Я ему говорю, когда же ты будешь рисовать? Он говорит, я ещё не созрел. А рыба-то перезрела. Таких талантливый человек, безусловно, проявил себя выдающимися способностями, выдающиеся способности проявлял. Но из-за того, что он не мог себя заставить, то есть мало того, что обладать способностями, нужно было обладать энергетическим балансом мозга, то есть управлять им до такой степени, чтобы свои гениальные способности направить куда надо. А так в школе Калмогоров что произошло? Гении? Да, гении. Патологические ленивые, которые не могли управлять собственным мозгом. Результат. Они пошли там, где проще, воровать деньги в банке. Ну, математику туда самая дорога. Вот вам и всё. Вот вам гениальности, талант зарыты его собственным мозгом, потому что способность управлять энергетическим балансом отсутствует. Вот это мы, собственно говоря, и выясняли. Ну вот, многие, конечно, задают всякие смешные вопросы, типа такого, как я могу ругать Лона Маска, да он богатый и многодетный, а я нет. Ребята, вы знаете, сытые, богатые по-своему, и многодетные, они в зоопарке, в отделе приматов. Там они как раз, иногда можно в лесу наблюдать, там они как раз добиваются больших результатов методом соития, производства себе подобных. Ну, какой Лона Маска, 9 человек. Нормально парень, способный хотя бы к этому. Выпендриваются друг перед другом, там найдут железную банку и начинают в неё бить и бегать. Ну, пиар-проект, чтобы показаться главным бабуином. Бум-бум-бум-бум. Ну, как, так же точно, как он. Ну, и ещё, конечно, нужно, у них нет такой вещи, как абстрактные дензнаки, нужно ещё их наворовать, чтобы еды всегда хватало для себя и для продуктов репродуктивного успеха. Поэтому, к сожалению, Дак, Билл Илон богатый и известный, как модная там горилла Коко в американском зоопарке, но не более того. К сожалению, люди измеряются по плодам своей интеллектуальной деятельности. А не потому, сколько они детей там наделали или сколько денег украли. Вспомните, за последние 150 лет самых главных воров денег. Они тихие-тихие, сидят тихо-тихо и воруют очень незаметно. Ну, и что? Столетия назад таких было полно. И дальше, что? Что они сделали для людей окружающих? Для человечества? Нет, себе помойник они набили. Да, дофекация была хорошая, детей произошло много. Дальше-то что? Для чего это все происходит? Для того, чтобы реализовать биологический процесс. В этом отношении, конечно, их надо рассматривать как успешных. гоминид, то есть гомо-сапиенс, но без второго сапиенса. Потому что единственное отличие гомо-сапиенс-сапиенс от гомо-сапиенс тем, что он может создавать то новое, чего нет в природе и обществе. Можно только позавидовать огромным средствам, которые располагает тот же Илон Маск и все остальные. Но завидовать нечему, по большому счету, потому что они вкладывают их так по-дурацки, таким способом, что это никому, никогда и даже им самим не поможет. Ну, в лучшем случае будет такой вот отсроченный позор и всеобщая развлекуха. Поэтому, уважаемые слушатели, вы подумайте не только о выявлении своих собственных способностей, которые, конечно, важны, которые нужны. И это действительно чудо. Примерно такое же, как на лиственнице, когда вырастают бананы, виноград, груши, яблоки, черешня. Не верьте этому. На лиственницах такие вещи не растут. Поэтому одно дело выявить способности или почувствовать, если вы ими обладаете и вроде как окружающие подтверждают. А другое иметь силы, которых надо во много раз больше, чтобы их реализовать. Это и есть тот самый энергетический баланс мозга. И что самое удивительное, очень немного людей, мы исследуем этот уже проект, проводим проекты исследования несколько лет, очень немного людей способны даже при наличии огромных интеллектуальных возможностей, опыта, образования реализоваться. реализоваться. Не потому, что у них этих способностей нет, потому что они заставить себя не могут. А это и есть энергетический баланс мозга, которым вы или можете управлять, или будете ждать, пока рыба на подоконнике стухнет и потечёт. Так, без всяких плодов. На этом, уважаемые слушатели, окончаю ответы на вопросы. Иногда это бывает даже интересно и мне. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok